Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить зеленые легкие города под Самарой прошли командно-штабные учения по тушению лесных пожаров. С рифмой по жизни в Самаре завершился городской этап поэтического чемпионата среди школьных команд. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, строительство спортивных площадок, ремонт уличной дорожной сети. В столице региона подвели итоги работы Думы городского округа Самара за 2022 год. В 47-м заседании Думы приняла участие глава города Елена Лапушкина. В прошлом году решение социальных вопросов оставалось приоритетным как для городской администрации, так и для депутатов. Тему продолжит Ольга Павлова. Бюджет городского округа Самары на этот и последующие два года сохранит свою социальную направленность. Уже сейчас документ предусматривает капитальный ремонт пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, ремонт тротуаров и уличной дорожной сети, приобретение специализированной техники для обслуживания ледовых площадок и многое другое. Активная работа велась и будет вестись по поддержке граждан, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей. Участникам специальной военной операции на Донбассе отправлено более полутора тысяч индивидуальных посылок. Среди переданных вещей шансовые инструменты оборудования, бензопилы, бензогенераторы, блиндажные печи, теплые сапоги, нательное белье, продукты питания, медикаменты, предмет личной гиены, книги от учащихся детских коллективов, дополнительно письма и рисунки. Отдельным направлением работы в 2022 году стала помощь вынужденным переселенцам с Донбасса. На протяжении года проводили сборы гуманитарной помощи для оснащения пунктов временного пребывания. В рамках патриотического воспитания и проекта «Историческая память» депутаты принимали участие во всемирной акции «Диктант Победы». Всесторонняя работа велась и с молодежью. Была продолжена практика проведения городского конкурса на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города». В нем приняли участие более 4 тысяч человек из 142 учебных заведений. Авторы сочинений в разных литературных стилях и жанрах четко представляли стратегические задачи, которые нужно решить в нашем городе. От вполне конкретных строительств метрополитена и очистных сооружений до глобальных социальных вопросов, в том числе сохранения и укрепления семейных ценностей. Традиционно большое внимание уделялось приему граждан и поступившим от них обращениям. В минувшем году главный финансовый документ корректировался 14 раз. В течение 2022 года удалось увеличить планируемые доходы и расходы бюджета Самары практически в три раза. Почти 60% расходов были запланированы с учетом привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Обсудили сегодня внесение изменений в бюджет и на этот год. Учитывая безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов, основная сумма увеличилась на 19 млрд 319 млн рублей. В 2023 году увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым доходам на 1 млрд 391 млн рублей. В итоге доходы бюджета в 2023 году составят 39 млрд 135 млн рублей. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Качество дорог под пристальным контролем. В Куйбышевском районе прошла прокурорская проверка по выявлению нарушений требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По поручению прокурора города Артема Ярыгина сформирован еженедельный график таких проверок. Подробности расскажет Александра Гусева. Прокурор Куйбышевского района совместно с главой района и сотрудниками ГИБДД вышли на еженедельную проверку. Особое внимание техническому состоянию дорог и своевременность исполнения ремонтных обязательств подрядными организациями, а также тем внутриквартальным проездам, которые еще не были отремонтированы. В микрорайоне Сухая Самарка осмотрели дорожное полотно на улице Белорусской в районе 104 дома и на улице Флотской возле 17 дома. Мы с прокуратурой работаем регулярно в направлении мониторинга состояния дорожного полотна по внутриквартальным проездам. Сегодня мы выехали в микрорайон Сухая Самарка, смотрим здесь адреса. Каждый год мы держим темп порядка 10-15 адресов подобных закрываем. По поручению прокурора города был сформирован еженедельный график таких проверок для выявления и устранения проблем. Прокуратура Куйбышевского района в этом году уже проверила 60 дорог местного значения и выявила нарушения. Типичными нарушениями являются наличие выбоин, отсутствие разметки, а также ненадлежащее содержание автомобильных дорог. В этом году проверками охватим все дороги. По результатам их проведения дадим оценку действиям подрядных организаций, а также контролирующих органов. На текущий год администрация Куйбышевского района уже наметила план дорожных работ, выбранная подрядная организация. Обновление дорожного полотна ожидается и во внутриквартальных проездах на Белорусской и Флотской. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Строительные работы по возведению станции метро «Театральная» сейчас ведутся в двух зонах. В районе перекрестка улиц Новосадово и Полевой и в историческом центре. В центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. По информации регионального управления капитального строительства от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовится в ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка Вилоновской и Галактионовской будет скорректирован. Окончательное решение будет принято после 12 мая. К настоящему времени в историческом центре выполнено значительное количество таких задач, в том числе половина работ по укреплению коллектора. На второй стройплощадке в районе улиц Полевой и Новосадовой уже завершается бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннеля проходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннеля проходчика планируют в ближайшее время. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Наверное, это станет точкой притяжения самарцев, и жителей города, и гостей нашего региона. Потому что рядом площадь Куйбышев, где проводятся общественно значимые и культурные фактические мероприятия, это и набережная. Я сам добираюсь на работу в последнее время на трамвае, и лично на транспорте испытываю некоторые неудобства, но я готов это терпеть, потому что я знаю, что в дальнейшем это все нам пригодится. В Самаре временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий по велоспорту. С 8 утра до 16.00, 23 и 24 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Арена 2018 от проезда 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор. По проезду 2 по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 0 часов до 16.00, 23 и 24 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты. С наступлением теплой погоды жители Самары стали чаще бывать на свежем воздухе. Больше проводят времени в городских парках и скверах, но именно там вместе с природой просыпаются вредоносные клещи и мигрируют грызуны. Ввиду раннего потепления и начала активности переносчиков инфекции, сроки проведения сезонных работ, направленных на предотвращение распространения опасных заболеваний, передающихся клещами, а также мышевидными кразунами, в этом году скорректированы. О том, как профильные службы организовали работу, расскажет Александр Гусева. Сегодня от клещей обрабатывали скверы Мичурина. Неотложные меры предусмотрены для всех общественных пространств – скверов, парков, набережных, а также крупных транспортных развязок и разделительных лозонов. Из-за раннего потепления эта работа в Самаре началась раньше обычного. Жители такому повороту событий рады и полностью поддерживают усилия городских властей. То, что обрабатывать нужно обязательно, конечно, потому что здесь гуляют постоянно с детьми. Здесь два садика рядом, обязательно надо. Да и просто пожилые гуляют здесь, спортсмены бегают. Обработка всегда проходит в несколько этапов. Эти работы стали составляющей планы городского месячника по благоустройству. Сначала территория очищается от прошлогодней листвы, мусора и сезонных накоплений. Это нужно не только для того, чтобы навести чистоту и придать участку ухоженный вид, но и чтобы избавиться от той среды, которая была благоприятна для зимовки клещей и укрытия мышей. После уборки специалисты организуют мониторинг. В ходе обследования определяют, есть ли врезители на конкретной территории. В рамках месячника по благоустройству сквер Мичурина уже привели в порядок. Сегодня дезинсекторы приступили к обработке территории. Подрядчик, с которым департаментом городского хозяйства и экологии заключен муниципальный контракт, имеет опыт проведения таких работ не только в Самаре, но и в других регионах страны. Все используемые препараты сертифицированы. Средства, которые предназначаются для уничтожения клещей и всех вредных членистоногих, средства контактного действия. То есть при контакте, ну, к примеру, будем обрабатывать, на вас попадет препарат, то тогда может быть вредным. Если соблюдать правила, средства не будут представлять особой опасности для людей и животных. На время работы территорию, которая подлежит обработке, огораживают сигнальной лентой, размещают предупреждающие объявления. Посещать места, где проводились такие работы, рекомендуется только спустя три часа. К сегодняшнему дню обработка также состоялась на вертолетной площадке, в сквере по улице Сергея Лозо, в скверах у площади имени Куйбышева, в сквере Высоцкого и на других общественных территориях. В ближайшие дни подрядная организация планирует охватить работами транспортной развязки в Кировском и промышленном районах. Параллельно на общественных территориях проводят обработку от грызунов. Для них раскладывают приманки, специальные гранулы, брикеты, зерно. Общая площадь обработки от мышевидных грызунов практически 300 гектаров. В настоящее время уже полностью обработаны все городские парки и набережная и порядка 60% городских скверов. Работы по аккорицидной обработке на территории парков и набережной будут начаты с 24 апреля и будут завершены где-то до конца апреля. И работы по аккорицидной обработке скверов также уже ведутся. Обработано почти 37% скверов. Площадь территорий, на которых согласно муниципальному контракту ликвидируют клещей, составляет 215 гектаров. А в конце мая-начале июня начнется обработка комаров. Профилактические меры предпринимаются, чтобы предотвратить распространение заболеваний, которые разносят клещи и грызуны, малярею, энцефалит и геморрагическую лихорадку. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. Госдума предложила увеличить сумму по семейной ипотеке до 12 миллионов рублей. В четверг, 20 апреля, Комитет Госдумы Российской Федерации по строительству и ЖКХ направил в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложение повысить в два раза максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах с населением более 1 миллиона человек. Сейчас потолок по займам на приобретение жилья в рамках этой программы составляет 6 миллионов рублей для большинства городов и регионов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Однако в Комитете по строительству и ЖКХ полагают, что этой суммы уже недостаточно. По данным депутатов, за последний год стоимость квадратного метра жилья в городах-миллионниках выросла более чем на 15%, а в некоторых еще больше. К примеру, в Казани средний прирост цен составил 28,5%, а в Самаре – 46,8%. В результате в целом по России средняя цена двухкомнатной квартиры составляет около 7 миллионов рублей, а трехкомнатной – почти 9 миллионов. Таким образом, увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке до 12 миллионов рублей позволит большему количеству россиян приобрести новое жилье. В Самаре могут провести реконструкцию больницы имени Пирогова. Согласно документам, подготовленным региональными властями, учреждение ждет масштабное обновление. В частности, там планируется строительство хирургического корпуса и перинатального центра. Первый будет рассчитан на 440 мест. Его площадь составит почти 37 тысяч квадратных метров. Перинатальный центр площадью 20 тысяч квадратных метров сможет принять 150 пациентов. Сроки реконструкции объекта пока неизвестны. Сейчас документ проходит согласование. Тяжело в учениях, легко в бою с огнем. В Самаре прошли командно-штабные учения при возникновении лесных пожаров. Территорию у детского лагеря «Арго» для проведения тренировки выбрали не случайно. Именно здесь для обеспечения безопасности детей на время летнего сезона будет развернут временный мобильный пункт добровольной пожарной охраны. Учения проходят в рамках реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа Самара». Подробнее в следующем сюжете. По легенде командно-штабных учений огонь от лесного пожара вплотную подбирается к детскому лагерю «Арго». Поэтому прибывший на место экипаж первым делом проливает территорию вокруг лагеря, чтобы уберечь учреждение от огня. Как говорят пожарные, производят охлаждение участка. Тренировку проводят по самому неблагоприятному сценарию, что огонь уже у стен детского центра. Хотя, как признается Павел Матеров, пожарный с 15-летним стажем, такое развитие событий маловероятно. Но тренировка все равно необходима. Самая элементарная мера – это, прежде всего, эвакуация всех детей с лагеря. А дальше уже просто смотрят, прибывшие подразделения смотрят по ситуации, то есть, насколько поблизко пожар подошел. Если время, например, сделать разрывы, как вы могли видеть на въезде в лагерь, ну или же сразу, сказать, не на тушение стволы подают, а сразу, например, на защиту. Командно-штабные учения проводят при участии всех задействованных служб. Городское управление гражданской защиты, районная администрация, отряд пожарных добровольцев, коммунальные службы и муниципальные предприятия благоустройства. Отрабатывают весь процесс – связь между командами и передачу сообщений о лесном пожаре, заправку пожарных машин водой из бойлеров и гидрантов, тушение огня и профилактическую проливку. В рамках проводимых командно-штабных учений мы как раз отрабатываем вопросы готовности к этому летнему детскому оздоровительному сезону. Проводятся эти учения на данной точке на территории лагеря «Арго». Привлечены силы добровольной пожарной команды. В целях профилактики распространения огня возле детских оздоровительных центров и вдоль дорог делают и специальные минерализованные полосы. По нормативам они должны быть не меньше 1 метра 40 сантиметров. Самарские службы благоустройства сделали полосы с запасом – почти 3 метра. Также на время проведения летних смен в лагерях в районе центров «Арго», «Заря» и «Авангард Самара» будет постоянно дежурить один экипаж добровольной пожарной службы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Быстрота, выносливость, смелость, а еще находчивость и меткость. В Самарской области стартовал завершающий этап конкурса профессионального мастерства групп задержания вне ведомственной охраны Росгвардии. Участники – действующие сотрудники, обеспечивающие покой и порядок на улицах муниципалитетов региона. В ходе состязания они должны показать не только свою безупречную физическую форму и умение владеть табельным оружием. Не менее важным являются этапы, в ходе которых Росгвардейцы демонстрируют высочайший уровень профессиональных навыков и теоретические знания. Сегодня мы на базе стрельбища управления Росгвардии по Самарской области проводим второй, получается, заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания. Первый этап конкурса проходил непосредственно на местах, филиалах, где отбирались лучшие сотрудники, лучшие группы задержания, которые сегодня представляют здесь свои филиалы. Группа задержания, которая везде себя проявит, в лучшую сторону она, соответственно, и победит, и займет первое место. За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу председателю региональной общественной организации Самарской областной отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Ирине Цветковой присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Соответствующий приказ подписал президент страны Владимир Путин. Под руководством Ирины Цветковой региональный союз журналистов стал одним из самых эффективных в стране. Сегодня это одна из самых авторитетных и значимых общественных организаций региона, которая не только помогает в развитии СМИ, но и оказывает журналистам всестороннюю помощь и поддержку. Коллектив телеканала «Самары ГИС» поздравляет Ирину Цветкову с присвоением этого высокого звания и желает дальнейших творческих успехов, новых свершений, ярких проектов и новых карьерных достижений. Самарский музей-галерея «Заварка», расположенный в доме купца Маштакова, присоединился к празднованию Международного дня памятников и исторических мест. В эти дни на его площадке проходят экскурсии и лекции об истории деревянных резных наличников. Проект реализуется при поддержке администрации областного центра. На одной из лекций побывала Светлана Тимофеева. Людмила Могилевич почти ежедневно ходит на работу пешком от улицы Владимирской до Хлебной площади. Рассказывает, любуется деревянными домами Самары. Любит разглядывать резные наличники. Я с таким удовольствием рассматриваю вот эти старые дома, наличники, какая у них красота. Понятно, сейчас состояние, конечно, не очень. А те дома, где наличники как-то выделяются, где за ними ухаживают, ну это вообще бесподобно. Людмила не могла отказать себе в удовольствие послушать лекцию создателя виртуального музея резных наличников Ивана Хафизова. Писатель и фотограф рассказал гостям галереи «Заварка» об истории наличников. В прошлых веках они служили защитой от сквозняков. Затем, с появлением монтажной пены, стали изящным украшением деревянных домов. Оказывается, по наличникам можно определить, в каком городе вы находитесь. Наличники Самары более длинные. У них есть на выступающая вперед верхняя часть. В Саратове такого нет. Плюс саратовские наличники гораздо более яркие. Там их красят несколько цветов. В Самаре здесь все гораздо более спокойно. Я бы сказал, что самарские наличники такие не решены строгости. Серия экскурсий и лекций об истории наличников в галерее «Заварка» приурочена ко дню всемирного наследия. Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. К нему относятся и деревянные дома с резными наличниками. Мы живем в городе, в котором очень много деревянных домов. И все, что касается среды нашего обитания, на мой взгляд, должно быть людям интересно. Потому что каждый день, неважно, живем ли мы в деревянном доме, старый ли этот дом или новый, по работе ли мы выходим или идем гулять на набережную, мы встречаем деревянные дома с оригинальной резьбой. Программа праздничных мероприятий в галерее «Заварка» продлится до 23 апреля. Выставку «Самарские наличники» и мастер-классы могут посетить как взрослые, так и дети. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Солнечное затмение произошло сегодня в 7.12 по московскому времени. Об этом сообщают астрологи. Правда, наблюдать его жители России не могли. Затмение было видно в юго-восточной части Индийского океана, в Австралии, восточном Тимуре, Индонезии и западной части Тихого океана. На этот раз луна не полностью закрыла солнечный диск. Такое затмение называется полутеневым. Что касается России, жители Ростова смогут насладиться редким зрелищем в 2030 году. Астрологи предсказывают, что тогда оно будет кольцеобразным. Каждая вторая жительница Самары готова выйти замуж в первый год отношений. Таковы результаты социологических исследований. 45% жителей Самары считают брак юридической формальностью. Больше трети самарцев относятся скептически. А в союз двух любящих людей искренне верят всего 20% опрошенных. Большинство жительниц Самары уверены, достаточно встречаться от года до трех лет, чтобы решиться на свадьбу. Только 22% мужчин согласны с этим. 19% мужчин считают, что встречаться до брака нужно от трех до пяти лет. Еще 16% хотели бы подождать от пяти до семи лет. Сейчас 58% жительниц Самары, которые состоят в отношениях, ждут предложений руки и сердца. 45% делают множество намеков. Своему возлюбленному показывают фотографии свадебных платьев, рассказывают о свадьбе друзей. А каждая десятая выдвигает ультиматум свадьба или расставание. Жительницы Самары хотели бы получить помолвочное кольцо стоимостью не менее 50 тысяч рублей. Каждая десятая девушка примет только кольцо с бриллиантом. Мужчины же, состоящие в длительных отношениях, говорят о неготовности к браку 53%, а 20% убеждены, что в браке нет никакой необходимости. Далее эфир продолжит обзор телеграм-канала в городской администрации профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация промышленного района Самары сообщает, что в 49-й школе, которой носит имя ветерана военной контрразведки Константина Стычкова, прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине создания военной контрразведки Советского Союза, легендарного СМЕРШ. В 1943 году на переломе Великой Отечественной войны эта организация и ее сотрудники сыграли решающую роль в деле разгрома немецко-фашистских оккупантов. На мероприятии присутствовали вдова ветерана Таисия Григорьевна, представители Совета ветеранов военной контрразведки и юно-армейцы школы. Торжественная встреча завершилась возложением цветов к мемориальной доске ветерана Константина Григорьевича Стычкова. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что 22 апреля в 10 утра во всех регионах России начнется Всероссийский субботник. Самарская область не станет исключением. Субботники – это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о родном городе. Принять участие в субботнике сможет каждый неравнодушный житель. Инвентарь будет предоставлен. В Ленинском районе Самары он пройдет на территориях, которые в этом году участвуют в голосовании, по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» в сквере Пушкина и в сквере Монастырского. Всего в Самаре в голосовании участвуют 20 общественных пространств. Именно жители решают, какие территории будут благоустроены в 2024 году. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в Телеграм-канале сообщает о переносе дат бронирования путевок. В связи с техническими сбоями на социальном портале Supremo63.ru бронирование путевок в детские оздоровительные и санаторные лагеря переносится с 20, 21 и 22 апреля на следующие даты – 24, 25 и 26 апреля – с сохранением той же логики бронирования. Начало бронирования путевок – 9 утра. От имени министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой департамент приносит извинения за сложившуюся ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова